Привет, друзья! С вами снова Андрей Сайфудинов и тема сегодняшнего видео новая камера от фирмы Canon. Поехали! Итак, Canon презентовала свою новую камеру, беззеркальную, полнокадровую Canon EOS R. И она для многих, как и для меня, была очень долгожданная. Как я 5D Mark IV долго ждал, хотел уже перейти с 5D Mark III на 5D Mark IV, так и эту беззеркалочку я очень долго ждал. Я облизывался на беззеркальные камеры у видиков и очень хотелось себе беззеркальную камеру именно фирмы Canon, чтобы не менять систему и оставаться на ней же. Так как я уже оброс всеми аксессуарами, объективами, вспышками, уже не хочется переходить и чего-либо менять. Итак, беззеркальная камера. Что это значит? Это убрали большой устаревший блок зеркала, призмы видоискателя. Видоискатель сделали электронным, что гораздо компактнее и еще у него есть некоторые плюсы. Например, он показывает именно такую картинку по экспозиции, по балансу белого, какая будет в итоге. За счет того, что все это убрали, есть возможность сделать камеру гораздо компактнее и легче. И кроме того, уменьшить расстояние между матрицей и байонетом. За счет этого меняется оптическая схема линз и объективы тоже есть возможность сделать более компактными и легкими. Кроме габаритов, у беззеркальных камер есть большой плюс. Это в том, что исключается ошибка автофокуса в виде бэк и фронт фокуса, которые изрядно надоели фотографам, использующих зеркальные камеры. В частности, камеры Canon. Бывает, приходится обращаться в сервис для того, чтобы отъюстировать камеру с объективом, свести по фокусу. И это достаточно затратно и не всегда эффективно, если это делать, например, в Ростове в КМ-сервис. Подводя итоги всего вышесказанного, получается камера меньше, легче, точнее, быстрее и тише. И немного сухой информации по техническим характеристикам. Матрица, смоз полнокадровая 30,3 эффективных пикселя. Новый байонет RF с возможностью установки объективов от зеркальных Canon камер через переходник. К слову сказать, презентовали еще три переходника. Чувствительность ISO до 40 тысяч, с возможностью расширения до 102 тысяч 400. Электронный видоискатель 1280 на 960 точек. Это оказывается 3,69 миллиона пикселя. Экран 3,15 дюйма с разрешением чуть больше 2 миллионов пикселя. Сенсорный и полностью поворотный. Вот здесь Canon молодцы. Фокусировка продвинутая и быстрая Dual Pixel. Точек фокусировки больше 5 тысяч. В плане фокусировки Canon молодцы. Серийная съемка до 8 кадров в секунду. Но надо учитывать, что это без следящего автофокуса. Со следящим автофокусом всего лишь 5 кадров в секунду. С подробными характеристиками можно ознакомиться в интернете, в том числе и на официальном сайте Canon. А я остановлюсь на самых впечатляющих моментах этой камеры. И сначала об инновациях. Полностью переработанная эргономика, строгий дизайн. По-моему, это единственная камера с сенсорной многофункциональной панелью. И здесь осуществлен выбор точки фокусировки с помощью тачскрин-экрана, который вытеснил привычный джойстик. Кроме того, у новых объективов, которые одновременно с камерой были представлены, появилось дополнительно многофункциональное кольцо. Функцию которого можно настраивать. И оно может отвечать за выбор экспо-коррекции, ИСА и, возможно, чего-то еще. И, кстати, об объективах. Четыре новых стекла. Это полтинник 1.2. 35 мм 1.8 диафрагма макро со стабилизацией. 24-105 диафрагма четверочка. И самый удивительный 28-70 с диафрагмой 2.0. По-моему, это первый зум-объектив от Canon с такой открытой диафрагмой 2.0. Его предшественник 24-70 с диафрагмой 2.8. К нему все привыкли, две версии было. А теперь 28-70-2.0. Это, конечно, удивительно, но есть и отпугивающие факты о нем. Полтора килограмма веса. И цена целых 3000 баксов. Вещь, конечно, интересная, но это получается по нынешнему курсу более 200 тысяч рублей за объектив. А теперь о минусах новой Canon R-системы. Canon, что с тобой не так? Почему ты выпускаешь новую камеру, которая априори хуже конкурентов? Больше всего разочаровало меня и моих коллег это отсутствие матричного стабилизатора. Один слот карты памяти и видео 4K с кропом 1.7 и более. С отключенным электронным стабилизатором 1.8 и, по-моему, даже до двух кроп. Я не могу понять, зачем выпускать такую камеру в 2018 году, когда основные конкуренты Nikon и Sony уже выпустили полнокадровые беззеркальные камеры с матричным стабилизатором. Например, у обкатанной уже и многими любимой Sony два слота карт памяти. И, кроме того, у него высшая скорострельность до 10 кадров в секунду против 5 и 8 кадров в секунду Canon. И было бы понятно, если бы Canon позиционировала эту камеру для продвинутых любителей, не для профессиональной работы. Но, судя по ценнику, все-таки расчет на профессионалов, потому что ее стоимость 2300 долларов. К слову сказать, у новенькой Sony Alpha 7 III рекомендованная цена 1999 долларов, около 2000 долларов, что на 300 долларов дешевле, чем у Canon. При этом Sony Alpha со стабом два слота и отличные показатели для съемки видео. 4К, фулл фрейм, все нормально. У Sony, кстати говоря, с количеством кадров в секунду все гораздо больше и видео. И вернемся немного к компактности. Опять-таки, если сравнивать Canon с Sony, то Canon опять-таки проигрывает. Sony компактнее получается. И при создании новых объективов Canon вообще напрочь забыла об этом преимуществе, о компактности беззеркальных камер и объективов. И они выкатили новый 50 мм 1.2 в полтора или даже два раза крупнее, чем тот же полтинник 1.2 для зеркальных камер. Даже если взять старый полтинник и надеть на него переходное кольцо-адаптер, он все равно, по-моему, становится меньше, чем новый агрессив. Понятно, что там добавлено в новом объективе функциональное кольцо, но тем не менее, где компактность? И вот еще фото из сети, демонстрирующие угрожающие размеры новой, компактной в кавычках, оптики. В общем, как мне кажется, Canon уступает со своей новинкой своим прямым конкурентам. В первую очередь она уступает Sony. Я уже обзвонил магазины Sony с вопросом о предоставлении техники на обзор, но в Ростове с этим пока туго. Но я уверен, я все-таки найду возможность сделать тест Альфа 7 Марк 3. И мне очень интересно ваше мнение, что вы думаете о Sony, о Canon, готовы ли менять систему? Или, если вы поменяли, насколько это было сложно? Или все-таки легко? Я всерьез задумываюсь о смене системы, несмотря на то, что я на Canon более 10 лет, а вброс уже огромным количеством объективов и аксессуаров. У меня три тушки Canon. Это Mark III, Mark IV в двух экземплярах, куча оптики, вспышки, синхронизаторы. Много всего. Но все-таки меня привлечает очень Sony. И я кое-что уже выставил на продажу из ассортимента Canon. И ссылочку на страницу моего сайта, посвященной распродаже техники, я оставлю в описании под видео. Переходите и смотрите, может с чего приглянется. Также я оставляю ссылки на мои соцсети, на Instagram. Подписывайтесь, добро пожаловать. А сейчас я делаю тест сравнения популярных пальчиковых аккумуляторов. И постараюсь в ближайшее время поделиться с вами результатами. Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте лайки и до новых встреч.